Коллектор жми на тормоза. Закон экономики, чем глубже кризис, тем сильнее плодятся коллекторы. Арифметика проста. Берем закредитованность населения, добавляем экономическую нестабильность, умножаем на безработицу и получаем растущую с каждым днем армию должников, не способных расплатиться по своим займам. Поэтому и логично, что растет число тех, кто должен выбивать эти долги. С 2016 года законодательством установлены правовые основы для данного вида деятельности, направленные на защиту прав и законных интересов должников. За правомерностью деятельности коллекторских и микрофинансовых организаций следит Федеральная служба судебных приставов. Заместителем главного судебного пристава республики встретилась Фатима Даурова. Много лет коллекторы были вольными стрелками и никому не подчинялись. Методы их работы с каждым годом становились все грязнее и изощреннее. Особо ретивые выбивали должникам окна, угрожали расправой, звонили родителям, бывали случаи нанесения вреда здоровью. Сейчас за деятельностью коллекторских организаций в соответствии с действующим законодательством следит Федеральная служба судебных приставов. Управление Федеральной службы приставов по Карача Черкесской Республике контрольные функции осуществляет в виде проверок. Проверки могут быть плановыми, внеплановыми, либо документарными. Проверки внеплановые могут назначаться при поступлении жалоб, обращении граждан в целях проверки достоверности, изложенных в них фактах. Права и обязанности коллекторов четко прописаны. Количество звонков и текстовых сообщений строго регламентированы, как и время обращения. Личная встреча может состояться только один раз в неделю и то по предварительной договоренности. Право переуступки долга должно быть прописано в договоре и должник-гражданин должен обязательно быть уведомлен в письменной форме. Они не имеют права скрывать свой номер телефона, свое имя и название агентства, раскрывать информацию о займе третьим лицам, представляться сотрудникам госорганов, описывать имущество, брать в руки деньги. Все расчеты должны проходить через банк. И, разумеется, никакого физического насилия. И мало кто знает, что в случае возникновения конфликтной ситуации гражданин-должник может отказаться от взаимодействия с коллекторами и микрокредитными организациями. Должник-гражданин на любой стадии взаимодействия с коллекторской организацией, либо с микрофинансовой организацией может отказаться от такого взаимодействия путем направления соответствующего уведомления в организацию взыскателя-кредитора. Каким образом направлять? Можно одним из трех способов. Через нотариуса с заказным отправлением с уведомлением о вручении, либо вручить под роспись представителю коллекторской организации, либо микрофинансовой организации. С момента получения коллекторская организация должна прекратить любое взаимодействие с должником. По обращениям граждан, Федеральная служба судебных приставов уполномочена проводить проверки. Так, например, с начала текущего года одна из микрокредитных организаций уже привлечена к ответственности за нарушение действующего законодательства. Буквально недавно гражданин обратился с жалобой Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачао-Черкесской республике, на основании чего должностными лицами управления было проведено административное расследование, собран весь подтверждающий материал нарушений. Нарушение заключалось в том, что микрофинансовая организация нарушила порядок общения с должником, то есть направила более двух смс-сообщений в день. Помимо этого, проинформировала образовавшуюся задолженность работодателя данного гражданина, что также является нарушением действующего законодательства. После обращения с жалобой и рассмотрения проведения административного расследования должностными лицами был составлен протокол. В данном случае суд признал микрокредитную компанию виновной с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. В случае, если возникли претензии к работе коллекторов и микрофинансовых организаций, граждане могут обратиться в Федеральную службу судебных приставов по Карачао-Черкесии письменно, подав заявление через интернет-приемную или позвонив по номеру 21 39 23.